Ну а сейчас Михаил Игоревич, Салтыков, Щедрин, Медведь на воеводстве. Злодейства, крупные и серьезные, нередко именуются блестящими. И в качестве таковых заносятся на скрижали истории. Злодейства же малые и шуточные именуются сравными. И не только историю в заблуждение не вводят, но и от современников не получают похвалы. Топтыгин Первый Топтыгин Первый отлично это понимал. Был он старый служак-зверь. Умел берлоги строить и деревья с корнями поворачивать. Следовательно, до некоторой степени инженерное искусство знал. Но самое драгоценное качество его заключалось в том, что он во что бы то ни стало на скрижали истории попасть желал. И ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий. Так что, о чем бы с ним ни заговорили, об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли, он все на одно поворачивал. Кровопролитие! Кровопролитие! Вот чего нужно! За это лев произвел его в майорский чин и в виде временной меры послал в дальний лес вроде как воеводы. Внутренник супостаток усмирять. Узнала лесная челядь, что майор к ним в лес едет и задумываясь. Такая в ту пору вольница между лесными мужиками шла, что всякий по-своему норовил. Звери рыскали, птицы летали, насекомые ползали, а в ногу никто маршировать не хотел. Понимали мужики, что их за это не похвалят, но сами собой остепениться уж не могли. Вот уже приедет майор, говорили они, засыплет он нам, тогда мы и узнаем, как Кузькину тещу зовут. И точно. Не успели мужики оглянуться, а Доптыкин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром в самый Михайлов день и сейчас же решил быть на завтра кровопролитие. Что заставило его принять такое решение, неизвестно, ибо он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина. И непременно бы он свой план выполнил, если бы лукавый его не попутал. Дело в том, что в ожидании кровопролития задумал Доптыкин именины свои отпраздновать, купил ведро водки и напился в одиночку пьяным. А так как берлоги он для себя еще не выстроил, то пришлось ему пьяному среди полянки спать лечь. Улегся и захрабел, а под утро, как на грех, случилось мимутой полянки лететь чижику. Особенный это был чижик. Умный и ведерко таскать умел, и спеть по нужде за канарейку мог. Все птицы, глядя на него, радовались, говорили «Увидите, что наш чижик со временем в поноску носить будет». Даже до льва об его уме слух дошел. И не раз у нас слух, говорю, а сел в ту пору у него в советах за мудреца слыл. «Хоть одним бы ухом послушать, как чижик у меня в когтях петь будет». Но как не умен был чижик, а тут не догадался. Думал, что к нему чурбан на поляне валяется. Сел на медведя и запел. А у Топтыгина сон тонок. Чует он, что по туши у него кто-то прыгает и думает, «Беспременно это должен быть внутренний супостат. Кто там бездельным обычаем по воеводской туши прыгает?» Кряпнул он, наконец. «Улететь по чижику надо». А он и тут не догадался. «Сидеть себе да девица чурбан заговорил». Ну, натурально майор не стерпел. Сгреб грубияна в лапу, да не рассмотревшись похмелья, взял и съел. Съесть-то съел. Да съевшись похватился. Что такое я съел? И какой же это супостат, от которого даже на зубах ничего не осталось? Думал, думал, но ничего скотина не выдумал. Съел только и всего. И никаким родом этого глупого дела поправить нельзя. Потому что ежели даже самую невинную птицу сожрать, то она и точно так же в майорском брюхе сгниет, как и самая преступная. «Зачем я его съел?» напрашивал сам себя Топтыгин. Меня лев, посылающий сюда, предупреждал. «Делай знатные дела, от бездельных же стерегись, а я с первого же шага чешей глотать вздумал». Но да ничего. Первый блин всегда комом. Хорошо, что по раннему времени никто дурачества моего не видал. Увы. Не знал, видно, Топтыгин, что в сфере административной деятельности первая-то ошибка и есть самая фатальная. Что, давши с самого начала административному бегу направление в Кось, оно впоследствии все больше и больше будет отдалять его от прямой линии. И точно. Не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурачества не видел, как слышит, что скворка ему с соседней березы кричит. «Дурак! Его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он чижика съел». Вспеленился майор. Полез за скворцом на березу, а скворец нибудь глух на другую перепорхнул. Медведь на другую, а скворка опять на первую. Лазил, лазил майор, мочи нет, измучился. Наглядя на скворца, и ворона осмелилась. «Вот так скотина! Добрые люди кровопролитие от него ждали! Он чижика съел!» Он за вороной, а не за куста заинька выпрыгнул. «Форбон, стей розовый! Чижика съел!» Комар из-за тридевять земель прилетел. «Ризум тенеатисамичи! Чижика съел! Лягушка в болоте квакнула. «Олух царя небесного! Чижика съел!» Словом сказать, и смешно, и обидно. Тычится майор то в одну, то в другую сторону, хочет на смешников переловить, и все мимо. И что больше старается, то у него глупее выходит. Не прошло и часу, как в лесу уж все, от мала до велика, знали, что Тапдыгин майор Чижика съел. Весь лес возникодовал. Не того от нового воеводы ждали. Думали, что он тебри и болота блеском кровопролитий воспрославит, а он надко что сделал. И куда не направит Михаила Иванович свой путь? Везде по сторонам словно стон стоит. Дурит ты, дурень! Чижика съел! Заметался Тапдыгин, благим матом взревел. Только однажды в жизни с ним нечто подобное случилось. Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шалок. Так и пились собачьи дети и в уши, и в закривок, и под хвост. Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел. Однако все-таки кое-как отбоярился. Штук с десяток шалок перекалечило от остальных путевок. А теперь и утечь некуда. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка словно живые дразнятся, а он слушает. Филин, уж на что глупая птица, а и тот, наслышавшись от других, по ночам ухает. Дурак! Чижик посел! Но что всего важнее, не только он сам унижение терпит, но видит, что и начальственный авторитет в самом своем принципе с каждым днем все больше да больше умаляется. Кого гляди, в соседние трущобы слух пройдет, и там его на смех подымут. Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьезным последствиям приводят. Маленькая птица Чижик, а такому, можно сказать, стервятнику репутацию навек изгадил. Покуда не съел его майор, никому и на мысль не приходило сказать, что Доптыкин дурак. Все говорили, ваше степенство, вы наши отцы, мы ваши дети. Все знали, что сам осел за него перед львом предстательствует, а уж если осел кого ценит, стал быть, он того стоит. И вот благодаря какой-то ничтожнейшей административной ошибке всем сразу открылось. У всех словно само собой из языка слетело дурак, чижика съел. Все равно, как если бы кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довел. Но нет, и это не так, потому что довести гимназистика до самоубийства это уж не срамное злодейство, а самое настоящее, к которому, пожалуй, прислушается история. Ну, чижик, скажите на милость, чижик, это кивить, братцы, уборушка, крикнули хором боробьи, ежи и лягушки. Сначала поступки топтыги наговорились негодованием, за родной трущобу стыдно. Потом стали дразниться, сначала грознили окольные, потом начали вторить и дальние, сначала птицы, потом лягушки, комары, мухи, все болото, весь лес. Так вот оно, общественное это мнение, что значит, тужил топтыгин, утирая лапы, обшарпанные в кустах рыло. А потом, пожалуй, на скрижали истории попадешь с щижиком. А история такое большое дело, что и топтыгин при упоминовении о ней задумывался. Сам по себе он знал о ней очень смутно, но от осла слыхал, что даже лев ее боится. Нехорошо, говорит, в свирином образе на скрижале попасть. История только отменнейшее кровопролитие ценит, а о малых упоминает с оплеванием. Вот если бы он для начала стадо коров перерезал, целую деревню воровством обездолил или избу у полисовщика по бревну раскатал, ну тогда история. А, впрочем, наплевать бы тогда на историю. Главное, осел бы тогда ему лесное письмо написал. А теперь смотрите-ка, съел чижика и тем себя воспрославил. Из-за тысячи верст прискакал, сколько прогонов и порционов извел и первым делом чижика съел. Мальчишки на школьных скамьях будут знать и дикий тунгус и сын степей калмык все будут говорить. Майора Товтыкина послали супостата покорить, а он вместо того чижика съел. Ведь у него, у майора, у самого дети в гимназию ходят. До сих пор их майорскими детьми величали, а на предки проходу им шкалеры не дадут. Будут кричать чижика съел, чижика съел. Сколько потребуется генеральных кровопролитиев учинить, чтобы какую пакость закладить? Сколько народу ограбить, разорить, закупить? Проклятое то время, которое с помощью крупных злодеяний цитадель общественного благоустройства сооружает. Но срамное, срамное, тысячекратно срамное то время, которое той же целем не достигнуть с помощью злодеяний срамных и малых. Мечется дабдыгин, ночей не спит, докладов не принимает, все в одном думает. Ах, что-то осел в моей майорской проказе скажет. И вдруг, словно сон в руку, предписание отосла. До сведения его высокостепенства господина Льва дошло, чтобы внутренних врагов не усмирили, а чижика съели. Правда ли? Пришлось сознаваться. Покаялся Топтыгин, написал рапорт и ждет. Разумеется, никакого иного ответа и быть не могло, кроме одного. Дурак чижика съел. Но частным образом осел дал виноватому знать, медведь-то ему каточку с медом в презент при рапорте отослал, непременно вам нужно особливое кровопролитие учинить, дабы гнусные оные впечатления истребить. Коли за этим дело стало, так я еще репутацию свою поправлю, молвил Михаил Иванович и сейчас же напал на стадо баранов и всех до единого перерезал. Потом бабу в малиннике поймал и лукошко с малиной отнял. Потом стал корни и нити разыскивать, да, кстати, целый лес основ выворотил. Наконец собрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведение ума человеческого в отхожую яву свалил. Сделавши все это, сел сукин сын на корточке и ждет поощрения. Однако ожидания его не сбылись. Хотя осел, воспользовавшись первым же случаем подвиги Топтыгина в лучшем виде расписал, но лев не только не наградил его, но, собственно, лапно на словом докладе сбоку нацарапал. Не верю, чтоб сей офицер храбр был, ибо это тот самый Топтыгин, который моего любимого Чижика съел и приказал отчислить его по инфантерии. Так и остался Топтыгин первым майором навек. А если бы он прямо с типографией начал, быть бы ему теперь генералом. Топтыгин второй. Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния в проб не идут. Плачевный пример этому суждено было представить другому Топтыгину. В то самое время, когда Топтыгин первый отличался в своей трущобе, в другую такую же трущобу послал лев другого воевода, тоже майора, и тоже Топтыгина. Этот был умнее своего тезки и, что всего важнее, понимал, что в деле административной репутации от первого шага зависит все будущее администратора. Поэтому еще до получения прогонных денег он зрело обдумал свой план компании и только тогда побежал на воеводство. Тем не менее, карьера его была еще менее продолжительной, нежели Топтыгина первого. Главным образом он рассчитывал на то, что, как приедет на место, такси Чижи разорит типографию. Это и осел ему советовал. Оказалось, однако, что во вверенной ему трущобе ни одной типографии нет. Хотя же старожилые припоминали, что существовал некогда вот под той сосной казенный ручной станок, который лесные куранты дискал. Но еще при Багнитском этот станок был публично сожжен, а оставлено было только цензурное ведомство, которое возложило обязанность исполнявшуюся курантами на скворцов. Последние каждое утро, летая по лесу, разносили политические новости дня. И никто от того никаких неудобств не ощущал. Затем известно было еще, что дятел на древесной корене переставаючи пишет историю лесной трущобы. но и эту кору по мере начертания на ней письмен точили и растаскивали воры муравьи. И таким образом лесные мужики жили, не зная ни прошедшего, ни настоящего и не заглядывая в будущее. Или другими словами слонялись из угла в угол, окутанные мраком времен. Тогда майор спросил, нет ли в лесу по крайней мере университет или хоть академии двоих спалить. Но оказалось, что и тут Макницкий его намерения предвосхитил. Университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло, где они и поднес в литургическом сне пребывают. Рассердился Топтыгин и потребовал, чтобы к нему привели Макницкого, да бы его растерзать. Семилия семилибус курантур, но получил ответ, что Макницкий волею божией помри. Нечего делать, потужил Топтыгин второй, но в уныние не впал. Глядушу у них у мерцавцев за неимение погубить нельзя, сказал он себе. Стал быть, прямо за шкуру приниматься надо. Сказано, сделано. Выбрал он ночку потемнее и забрался во двор к соседнему мужику. По очереди лошадь задрал корову, свинью, бару овец и хоть знает негодяя, что уж в лоск мужичка разорил, а все ему мало кажется. Постой, говорит, я у тебя двор по бревну раскатаю, навеки тебя с зубой померу пущу. И, сказавши это, полез на крышу, чтобы злодейство свое выполнить. Только не рассчитал, что мать-то гнилая была. Как только он на нее ступил, она возьми-то провались. Повис майор на воздухе, видит, что неминучие дела об землю брохнутся, а ему не хочется. Облапил обломок бревна и заревел. Сбежались на рев мужики, кто с колом, кто с топором, а кто и с рогатиной. Куда не обернуться, кругом, везде погром. Загородки поломаны, двор раскрыт, в хлевах лужи крови стоят, а посреди двора и сам ворог висит. Зарвало мужиков. И шанат ему, перед начальством выслужиться захотел, а мы через это пропадать должны. А ну-ка, братцы, уважим его. Сказавшие это, поставили рогатину на то самое место, где Топтыгину упасть надлежало и уважили. Затем содрали с него шкуру, а стерва вывезли в болото, где кутру его расклевали хищные птицы. Таким образом, явилась новая лесная практика, которая установила, что и блестящие злодейства могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодейства срамные. Эту вновь установившуюся практику подтвердила и лесная история, присовокупив для вещей в разумительности, что принятое в исторических руководствах для средних учебных заведений издаваемых подразделения злодейств на блестящие и срамные упраздняется навсегда. И что отныне всем вообще злодействам, каковы бы ни были их размеры, присвояется наименование срамных. По докладу о сем ослам, Лев собственноручно наоном нацарапал так. О приговоре истории дать знать майору Топтыгину третьему. Пускай изворачивается. Топтыгин третий. Третий Топтыгин был умнее своих тезаименитых предшественников. Дел-то выходит бросовое, сказал он себе, прочитав резолюцию Льва. Мало напакостишь, поднимут на смех. Много напакостишь, на рогатину поднимут. Полно. Ехать ли уж? Спрашивал он рапортом у осла. Ежели ни большие, ни малые злодеяния совершать не разрешается, то нельзя ли хоть средние злодеяния совершать? Но осел ответил уклончиво. Все динужные по всему предмету указания вы найдете в лесном уставе. Заглянул он в лесной устав, но там обо всем говорилось. И о пушной подати, и о грибной, и об ягодной, даже о шишках еловых, а о злодеяниях молчок. И затем на все его дальнейшие докуки и настояния осел отвечался одинаковую загадочностью. Действуйте по пристойности. Вот до какого мы времени дожили, рапталтаптоген третий. Чин на тебя большой накладывают, а какими злодействами его подтвердить не указывают. И опять мелькнуло у него в голове. Полно, ехать ли? Если б не вспомнилась, какая уйма подъемных и прогонных денег для него в казначействе припасена, право, кажется, не поехал бы. Прибыл он в трущобу на своих на двоих очень скромно. Ни официальных приемов не назначил, ни докладных дней, а прямо юркнул в берлогу, засунул лапу в хайло и залег. Лежит и думает, даже зайца шкуру содрать нельзя, и то, пожалуй, за злодейство сочтут. Никто сочтет. Доброго бы леп или осел, это бы куда ни шла, это мужики какие-то. Да историю еще какую-то нашли, вот уж подлинная история. Хохочет Топтыкин в берлоге про историю вспоминаючи, а на сердце у него жутко. Чует он, что сам лев истории боится. Как тут будешь лесную сволочь подтягивать и ума приложить не может? Спрашивает с него много, а разбойничать не велят. В какую бы сторону он не устремился, только что разбежится, стой, погоди, не в свое место заехал. Везде права завелись, даже у белки и у той нынче права. Дроби на тебе в нос, вот какие твои права. У них права, у него лишь обязанности. Да и обязанностей настоящих нет. Просто пустое место. Они друг друга поедом едят, а он затрать никого не смеет. На что похоже? А все осел. Он именно, он мудрит, он и только недель разводит. Кто осла, деве быстро заделал узы, ему кто разрешил. вот об чем нужно было бы ему сейчас напомнить, а он о правах мычит. Действуйте по пристойности, а! Долго он, таким образом, лапу сосал и даже настоящим образом в управление вверенной ему трущобой не вступал. Пробовал он однажды об себе по пристойности заявить, влез на самую высокую сосну и оттуда не своим голосом ревкнул, но и от этого пользы не вышло. Лесная сволочь давно не видя злодейств до того обнаглела, что услышавший его рев только молвила «Чух! Мишка ревет! Гляди, что лапу во сне прокусил!» С тем и отъехал Топтыгин третий опять в берлогу. Но, повторяю, он был медведь умный и не затем в берлогу залег, чтобы в бесплодных сетованиях изнывать, а затем, чтоб до чего-нибудь настоящего додуматься. И додумался. Дело в том, что, покуда он лежал в лесу, все само установленным порядком шло. Порядок этот, конечно, нельзя было назвать вполне благополучным, но ведь задача воеводства совсем не в том состоит, чтоб достигать какого-то мечтательного благополучия, а в том, чтобы историзаведенный порядок, хотя бы неблагополучный, от повреждений оберегать и ограждать. И не в том, чтобы какие-то большие, средние или малые злодейства устраивать, а довольствоваться злодействами натуральными. Ежели истори повелось, что волки зайца в шкуру дерут, а куршуны и совы в ворон ощипывают, то хотя в таком порядке ничего благополучного нет, но так как это все-таки порядок, стало быть и следует признать его за таковой. А ежели при этом ни зайцы, ни вороны не только не ропщут, но продолжают плодиться и населять землю, то это значит, что порядок не выходит из определенных ему исканий границ. Неужели и этих натуральных злодейств недостаточно? В данном случае все именно так происходило. Ни разу лес не изменил той физиономии, которая ему приличествовала. И днем, и ночью он гремел миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие победный клик. И наружные формы, и звуки, и светотения, и состав населения все представлялось неизменным, как бы застывшим. Словом, сказать, это был порядок до такой степени установившийся и прочный, что при виде его даже самому лютому рьяному воеводе не могла прийти в голову мысль о каких-либо увенчательных злодействах, да еще и под личную вашего степенства ответственностью. Таким образом, перед умственным взором Тартыкина Третьего вдруг выросла целая теория неблагополучного благополучия, выросла со всеми подробностями и даже с готовой проверкой на практике. И вспомнилось ему, как однажды в дружеской беседе осел говорил, а в каких это вы все злодействах допрашиваете? Главное в нашем ремесле это или по-русски выражаясь дурак на дураке сидит и дураком погоняет. Вот вам! Если вы, мой друг, станете этому правилу держаться, то и злодейство само собой сделается, и все у вас будет обстоять благополучно. так оно именно по его и выходит. Надо только сидеть и радоваться, что дурак дурака дураком погоняет, а все остальное приложится. Я даже не понимаю, зачем воевод посылают. Ведь и без них слиберальничал было майор, но вспомним о присвоенном ему содержании замял нескромную мысль ничего-ничего, молчание. С этими словами он перевернулся на другой бок и решился выходить из берлоги только для получения присвоенного содержания. И затем все пошло в лесу как по маслу. Майор спал, а мужики приносили поросят, кур, меду и даже сивухи и складывали свои дань у входа в берлогу. В указанные часы майор просыпался, выходил из берлоги и жрал. Таким образом пролежал Топтыкин Третий из берлоги многие годы. И так как неблагополучные, но вожделенные лесные порядки ни разу в это время нарушены не были, и так как никаких при этом злодейств, кроме натуральных, не производилось, то и лев не оставил его милостью. Сначала произвел в подполковнике, потом в полковнике, и наконец но тут явились в трущобу мужики Лукаши и вышел Топтыкин Третий из берлоги в поле и постигла его участь всех пушных сверей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо большое, что пришли сегодня сюда на это замечательное мероприятие в таком отличном месте. Да и с погодой вот опять же повезло. К вечеру распогодилось. Еще раз напоминаю, что 26 июня в парке Сокольники в вегетарианском ресторане «Море внутри» мы будем Давайте еще одно представление Так что приходите, пожалуйста С удовольствием Увидим вас там Спасибо за внимание